Друзья, всем привет! В этом видео у нас пойдет речь про буш на iPhone 8, про то, как им пользовались и что с ним стало менее чем за год использования. Пользовался им ребенок. Этот телефон я выкупил у одного из своих постоянных клиентов в формате трейд-ин, потому что он мне заказал новый телефон. Ну, я ему, собственно, помог купить его. Но перед началом видео я хотел бы вам рассказать про то, что бренд Toshiba открыл свой официальный магазин на маркетплейсе Tmall на площадке AliExpress. И там сейчас просто раздача телевизоров за какие-то нереально низкие цены. Я сейчас сам себе присматриваю телевизор в зал, потому что у меня есть один телевизор, он поедет в спальню одного из известных брендов. А здесь ребята предлагают 55-дюймовый телевизор с 4K Ultra HD за всего лишь 24400 рублей. Причем еще этот телевизор, если вы будете покупать одним из первых, там, по-моему, 10 первых людей, которые сделают заказ во время именно официального открытия этого магазина, смогут купить его еще дешевле. Ссылочка будет в описании. В описании, ознакомьтесь, 29 июня начинается эта распродажа. Просто, чтобы вы понимали, 55-дюймовый телевизор с 4K, это официальный, естественно, магазин Toshiba, который открылся на AliExpress. Продают они через площадку Tmall, то есть это все полноценная гарантия. Причем это отгрузка из России, то есть вам его привезут, ну, буквально там на следующий день, там, 2, написано 2-7 рабочих дней доставка. Плюс все это собирается тоже в России, это, ну, как бы, это круто. Плюс возможность оплатить по безналу, потому что это Tmall AliExpress, получить кэшбэки, но об этом вы все все прекрасно знаете. Но сам факт, чтобы вы понимали, я себе такой телевизор покупал со всеми-со всеми скидками за 60 тысяч рублей в 2019 году. Здесь его по промокоду отдают за 24. Это не то чтобы дешево, это, ну, это просто, это просто надо идти и брать. Это даже, знаете, ребята меня попросили сделать эту интеграцию, но даже без их просьбы, если бы я вот это увидел, я бы об этом вам рассказал. Потому что за 55 дюймов в Ultra HD от не какого-то ноунейм бренда, а этот бренд, он легендарный, это бренд моего детства, да, практически. У меня было очень много техники, когда я был ребенком. Там плееры всякие, магнитофоны. 24 за 55 дюймов, ну, это халява. А вы можете посмотреть, у них есть их страница этого официального магазина. Вот так вот можно перейти к магазину и посмотреть. Тут, естественно, есть меньшая диагональ. Например, если мы посмотрим на, ну, цены просто, вы посмотрите. И это такая, вот просто такая раздача, потому что они открыли свой магазин, ну, для того, чтобы поднять волну интереса. Это нормальная практика. Ну, образно говоря, вот 16 тысяч рублей, повесьте себе телевизор на кухне в 43 дюйма тоже, да. Плюс еще, естественно, здесь есть, само собой, Smart TV. Правда, здесь Full HD. Но, ребята, 16900, это просто смешно. Ссылка в описании, смотрите, если вам стало интересно, заказывайте. Теперь перейдем к теме ролика. Смотрите, вот это у нас айфончик восьмой. Айфончик восьмой на 64 гигабайта. Я его выкупил, ну, относительно дешево. Потому что я человеку заказал айфон 10R по выгодной цене. И, соответственно, он отдал мне вот этот айфон 8. Этот айфон 8 он покупал, насколько я помню, в Эльдорадо. И этим айфоном пользовался его сын. Сразу перейду к делу. Я этот телефон проверял не так досконально, как я это обычно делаю. Но все равно какие-то базовые моменты проверил. Посмотрел. Сто процентов этот телефон не скрывался, не ремонтировался. Потому что это мой постоянный клиент. Он бы мне его сам отдал на ремонт, если что. Покупался он в апреле 2019 года, 5 апреля 2019 года. То есть, телефону год и два месяца. Покупался он за 44 900. У него еще осталось 10 месяцев официальной российской гарантии. В случае чего. В комплекте есть провод и наушники. Вы знаете, вот он мне сказал, Денис, типа, я знаю, что ютуб канал ведешь. Расскажи немножко моему сыну, чтобы немножко стыдно стало. Ну, во-первых, наушники абсолютно все грязные, замызганные. Но это ладно, именно они активно пользуются. Но то, что за ними не ухаживают, это минус. Ну, опять же таки, сделаем скидку на то, что это ребенок. Но как можно за год использования довести кабель для зарядки Lightning вот в такое состояние, что на нем аж трещина образовалась с одного конца. Здесь все нормально. А вот здесь, по-моему, обжим коннектора, он облуплен. Это потому, что вот такие заломы были. То есть, он слушал музыку вот так вот. Никогда так не делайте. Да, вот этот вот обжим, он сделан для того, чтобы защитить провод. Но эти наушники могут служить много-много лет. А вот когда они работают год и вот в такое состояние приходят, это плохо. То, что провод в такое состояние пришел, ну, это тоже, конечно, не есть гуд. Вот, это комплект этого телефона. Естественно, есть всякие вот эти бумажки. Скрепка есть? Скрепки нет. Моя коллекция скрепок не пополнится. И переходим непосредственно к телефону. Ребят, состояние у телефона, конечно же, не очень хорошее, потому что им пользовался, еще раз повторюсь, ребенок. И он им пользовался, ну, наверное, не так, как будет пользоваться человек, который за этот телефон заплатит 45 тысяч. Задняя часть, она в царапинах. Вот вы можете видеть, что с ней плюс-минус стало. По боковым граням здесь алюминий весь ровный, то есть его сильно не долбали, его не гнули. Но на нем есть маленькие вот такие скольчики. Это свидетельство того, что носили или в пластиковом чехле, который царапал эти грани, или то, что его носили вообще без чехла. Но это точно не следы падений, потому что здесь нет замятин. То есть здесь есть просто вот такие вот пошарканности, но следов замятия нет. И давайте посмотрим на экран. Экран здесь, конечно, от олеофобки здесь ничего абсолютно не осталось. То есть этот экран весь в микроцарапинах. Таких прям вот в капитальных царапинах, я бы даже так сказал. Вот вы можете видеть. Вот. И что еще у него? Ну, у него еще очень грязные все технические отверстия. То есть вот этот вот разговорный динамик, его можно почистить. То есть мы берем флюкс, жидкость специальный флюкс, и вот так вот потихонечку чистим этой щеткой. Даже вот без жидкости я какую-то даже грязь смогу удалить. То есть это легко делается. Кстати, лайфхак. Кто не знает, как почистить свое устройство технически, да, сложное. Срезаете щетину у самой жесткой щетки, она становится очень жесткой и хорошо все вычищает. И вот тут. Тут вообще все залито, конечно, грязью. Это очень грустно, печально. Но у телефона, естественно, работает абсолютно все. То есть мы его активировали, проверили, потом полностью сбросили. Этот телефон абсолютно без проблем работает. У него, естественно, отключена iCloud. Все у него хорошо. И вот теперь-таки вопрос. Сколько эта трубка может стоить? Почем я его выкупил, я не буду вам говорить. Потому что, ну... А вы попробуйте догадайтесь. То есть, знаете, такой вот лайфхак. Кто догадается, почем я этот телефон принял в трейд-ин. Еще раз, да. То есть я его не просто забрал у них, а принял его в трейд-ин. Соответственно, сделал для себя минимально это выгодно. Но просто человеку нужен был новый телефон. Вот просто за сколько его я забрал. И если кому-то интересно эта восьмерка для собственного пользования. Или, возможно, каких-то там других интересных приколюх. Пишите мне в инстаграм. С пометкой, там, iPhone 8. Память у него 64 гигабайта. Гарантия еще у него 8 месяцев. Нет, 10 месяцев. Потому что 12 месяцев в году. И у этого телефона, в принципе, нет никаких проблем. Кроме того, что визуально он выглядит, как будто бы им пользовались целый год без чехла. В принципе, что и было. Грязи, пыли под камерой нет. Его не топили. Потому что, опять же, датчики я смотрел. Здесь беленькие влажности. Тоже проблем нет. Собственно, да. Touch ID все работает. Все нормально. Сколько за этот телефон можно дать? Я открыл Авито. И посмотрел примерные ценники на Авито на эту трубку. Начинаются цены на Авито на вот эти телефоны. Один есть в Самаре за 17 тысяч рублей. Но он без документов. И у него треснутое стекло. В остальном все с ним нормально. И плюс-минус там от 20 тысяч рублей. То есть, кто во что гораст, конечно, кто какие телефоны продают. Но если смотреть именно на Ростест, правда, они в более хорошем состоянии, они там за 20 выходят. Но они внешне там в защитном стекле. А вот здесь это прям камень в огород этого ребенка. Очевидно, да? Он не поставил сюда защитное стекло. И родители не беспокоились об этом. Он не носил нормальный резиновый чехол. Вы мне все говорите, Денис, почему-то так вот задрачиваешь сейчас свои техники Apple. Потому что я одеваю чехол УАК, делаю хорошее защитное стекло. И через год эксплуатации, после того, как сниму всю защиту, у меня телефон будет выглядеть как новый абсолютно. И этот телефон на том же самом Авито выгоднее можно продать, родственникам можно будет его, как-то это будет приятнее выглядеть, подарить. А здесь же царапины, здесь царапины, здесь по шарканности. То есть, ну, пользовались им. Но опять же таки, есть мнение о том, что надо телефоном именно так пользоваться. То есть, не беречь его, не жалеть. Эта техника, она должна работать. Как машина должна ездить по плохим дорогам, так телефон должен работать. Может быть, еще раз повторюсь, что есть 10 месяцев гарантии, потому что мало ли что с этим может с телефоном случиться. Мало ли что, он там у него сломается. Идешь, сдаешь его по гарантии, тебе его, соответственно, там ремонтируют, меняют и так далее. Лайфхак, да, то есть, долбать его до последнего, может быть, что-то отрыгнет. Например, есть такая опция. Но все же, вот этот телефон с таким чеком, с таким комплектом, вот этот телефон, если кому-то интересен, ссылочка на инстаграм в описании, опять же таки. И как вы думаете, почем этот телефончик, я все-таки сегодня забрал.